Сегодня многие обсуждают проблему с открытием избирательных участков в Диаспоре. И для меня очень больно слышать, как все сегодня беспокоятся. Одним не хватает участков в Европе, вторым не хватает в Москве. У нас в очередной раз мы получаем подтверждение того, что всем молдавским политикам, которые там, большинство из них, по крайней мере, которые кричат на каждом шагу и заботятся о Диаспоре, о праве граждан, на самом деле им не нужны люди, которые находятся в Диаспоре. Им просто банально нужны голоса. И это является самым мерзким, что может себе позволить некоторые из тех, которые называют себя политиками. Например, по ситуации в России. Хочу вас проинформировать, что еще в конце июля посол Республики Молдова в Российской Федерации, господин Нигуца, обратился в Российское Министерство иностранных дел с письмом, в котором он попросил открыть 38 избирательных участков на территории Российской Федерации. Россия, чтобы вы знали, им разрешила половину. Примерно в России будет открыто 15-20 участков. Я вам скажу, что зря Дадон рассчитывает, что все там будут стоять на этих участках, в очереди голосовать за него, так же, как и все те, которые будут находиться в Европе, будут голосовать за Майя Санта. Те политики, которые сегодня говорят, что в России будет избирательных участков слишком много, успокойтесь, потому что у Нигуца, у всего аппарата посольства Республики Молдова в Российской Федерации, они могут сегодня обеспечить работу максимум, как я говорил, примерно 15 участков, у них просто нет людей для того, чтобы обслужить 30, 40, ну 38, как по крайней мере попросил Нигуца. Значит, я хочу дать добрый совет Дадону и Санду, и Кику. Не делите людей на своих, на чужих. Перестаньте сегодня вести себя так, что вот вы все эти годы заботились о диаспоре. Вы все видели, как заботились они о диаспоре, когда началась эта пандемия в мире. Вы все объяснили, что они блокируют от своего диаспора, как раз у меня в России. Вы все эти годы заботились. Для того, чтобы они идут в Печеи, они не хотят. Один был без денег, без ресурсов. Другие были проблемы. Люди хотят уходить. И сегодня вы все готовы к диаспору. Существуют больше в России или в Европе. Сегодня в России должны быть в все страны, где у нас больше статей молдовей.